Итак, мы продолжаем с вами тему «Основные понятия. Сущность маркетинга». В предыдущей лекции мы с вами рассматривали потребности. Хочу вам напомнить и пояснить, что потребности бывают удовлетворенные и неудовлетворенные. Естественно, что при наличии на рынке достаточного количества товаров и соответствующего платежеспособного спроса назеления, все потребности, жизненно важные, могут быть удовлетворены. Но по мере роста благосостояния появляется ряд неудовлетворенных потребностей. Возникает возможное возникновение дефицита, повышенного спроса на какой-либо товар. Надо сказать, что дефицит и повышенный спрос для маркетинга – это всегда находка. Потому что именно в ситуации дефицита при развитых инструментах регулирования, которые известны как встроенные стабилизаторы гибкости, при развитой конкурентной среде очень легко неудовлетворенные потребности превратить в удовлетворенные. Для этого надо следить за ситуацией на рынке и изучать эти потребности. Потому что именно неудовлетворенные потребности являются тем, что может принести успех любому предпринимателю. Итак, у потребителя возникает потребность и появляется доход, скажем, на который он мог бы купить квартиру или ипотеку, или арендовать квартиру, или снять участок земли. И тогда эта потребность превращается в следующую категорию маркетинга. Она называется запрос. Итак, запрос или удовлетворяемая потребность – это потребность, подкрепленная покупательной способностью. Ведь потребности безграничны, а ресурсы, а имеется в виду и наши возможности покупать, они всегда ограничены нашим доходом, источниками наших доходов. И люди останавливают свой выбор на тех продуктах, которые обеспечивают им наибольшее удовлетворение их потребностей при данной сумме денег, которые они могут истратить. Скажем, отечественная машина Нива обладает целым рядом прекрасных потребительских свойств и охотно покупается за рубежом. Правда, для этого они там комплектуют ее, ну, свыше десятка различных элементов добавляют, которые широко используются в сельском хозяйстве, например, в Финляндии. Но Нива и для российского бездорожья, на мой взгляд, неплохая машина. Однако для человека, у которого есть идея престижа или подъема своего социального статуса, который он связывает с некими элементами благополучия неких товаров, наверное, он будет покупать машину «Мерседес». И вот тогда запросы, которые есть у нас на определенный вид машины, они складываются в определенный спрос. Вот эта категория уже будет называться спросом. И с точки зрения потребностей спрос бывает трех видов. Ну, прежде всего, спрос на товары и услуги первой необходимости. Это то, что всегда дает самое широкое поле предпринимательской деятельности. Покупательский спрос на товары и услуги не первой необходимости. Скажем, спрос на заграничные поездки на отдых, то есть туры и для туризма, и для отдыха на море – это не первая необходимость. Ну, человек может отдыхать у себя на даче, ему никогда не придет в голову мысль ехать, скажем, в Египет. И, наконец, покупательский спрос на новые товары и услуги. Вот в ходе перестройки, я уже упоминала, действительно появилась возможность выезда за рубеж. Это как бы некий новый товар, новая услуга, который сейчас достаточно широко распространен. Ну, и, конечно, наибольший спрос и запрос, который превращается в спрос, вот эти похожие категории, но тем не менее, чтобы запрос превратился в спрос, вы понимаете, для этого он должен быть подкреплен определенными доходами. И, конечно, товары первой необходимости. Но большой интерес сегодня вызывают так называемые товары рыночной новизны. Особенно часто мы встречаемся с таким понятием в сфере компьютеров, мобильных телефонов, всего оснащения, компьютерной технологии, новопрограммного обеспечения. Ну, речь идет и о некоторых видах и автомобильной техники, то есть там, где производители не устают производить новое и удивлять нас этими новшествами. И вот спрос и запрос на товары первой необходимости и возможность восполнить неудовлетворенный спрос, но отвечающий нашим потребностям, он по существу формирует весь национальный рынок. И, кроме того, пересекает рамки любой страны сегодня в эпоху глобализации и уже начинает формировать некие общие устойчивые тенденции, которые подкрепляются и тем, что любое наше предприятие сегодня, в общем, может выйти на внешний рынок и работать там и с национальным, и с иностранным потребителем. Но, поскольку мы сказали уже о рынке, мы знаем, что рынок, категория рынка, она непосредственно связана с понятием товар. Итак, товар. Товар – это материальное изделие и услуга, предлагаемое рынку с целью приобретения, использования или потребления. Допустим, человек испытывает потребность в знании иностранного языка. Все товары, которые способны удовлетворить эту потребность, мы называем товарным ассортиментом. Ну, знание товарного языка, извините, знание иностранного языка, изучение его, оно входит прежде всего, конечно, в сферу услуг. Но, тем не менее, мы с вами видим множество объявлений, ускоренные курсы или длительного периода, или основанные на знании деловой лексики, или специальной лексики, необходимой для перевода. Вот я скажу, формирование ассортимента товара, раз мы столкнулись уже с этим понятием, является чрезвычайно важным в современной предпринимательской деятельности. Любая фирма стоит перед выбором продуктового ассортимента. Один товар или многопродуктовая фирма. Надо сказать, что одно продуктовая фирма, она тоже имеет целый ряд преимуществ, поскольку вам не надо думать о другой технологии, закупать новое оборудование, что выпускать некие другие товары. Это в рамках, это называется диверсификация производства. Скажем, если вы выпускаете автомобили, вы на этой же самой технологии можете изготавливать холодильники, определенную технику, которая не относится к автомобилестроению. Вот это называется диверсификацией производства. Но чаще всего диверсифицированное производство возможно там, где на данной технологии мы можем выпускать другие товары, иные диверсифицированные товары. Скажем, производство пластиковых изделий, пластмассы различного рода, необходимые для домашнего обихода, например, на этом же оборудовании его можно использовать для выпуска минеральных удобрений. То есть минеральные удобрения – это сезонный товар. И поэтому, когда нет потребности в нем, то есть кончаются сельскохозяйственные работы, и закончилась подготовка к следующему, вы переходите к более масштабному производству вашей основной продукции. То есть этот вопрос, он входит как в сферу маркетинговой, так и в сферу и производственной деятельности. Равным образом и в торговле. Как вы будете диверсифицировать вот сейчас свой товар? Скажем, очень часто в обувных магазинах сейчас продаются сумки. Очень часто. То есть это кожаные изделия, изделия из искусственной кожи. Это как бы однородный, но качественно диверсифицированный товар. И каждая фирма, любой предприниматель стоит перед выбором вот этой некой сходной продукции, которую бы он мог предложить покупателю. Итак, мы сказали товар. Ну, я хочу вам предложить такой вопрос, на который я не услышу, конечно, сейчас ответа, просто я вас не слышу, но я могу предположить, какой вы дадите на него ответ, потому что на него все всегда отвечают одинаково. Мы говорим, что современная рыночная экономика, она связана с существованием товаров, с частной собственностью на средства производства. А вопрос такой, а может ли быть рыночная экономика без частной собственности на средства производства? Надо сказать, все как один, в один голос. И всегда говорят, нет, конечно, это невозможно. Но на самом деле это не так. Товар, рыночный обмен появились вместе с разделением труда. Когда разделились функции семьи, когда сын со своей семьей отделился от родителей, и они стали засевать какой-то участок земли, выращивать зерно и приносить отцу, например, на мельницу. И при этом у них было разное хозяйство, но отец передавал муку, а сын необходимую рожь, пшеницу для ее изготовления. И вот рынок возник вместе с разделением труда. Конечно, современные формы, связанные с денежным обменом, с конкуренцией, это просто более развитые формы рыночного обмена. А товар существует там, где есть автономный собственник. Не обязательно это связано с, скажем, юридическим оформлением собственности. Отнюдь не обязательно. Ну, однако, понятие товар, оно не ограничивается только материальным изделием. Мы же сказали, что это может быть и услуга, когда мы смотрели вот предыдущий слайд. И что касается товаров, что мы здесь продолжим, что все товары способны удовлетворить существующую потребность, и так называются товарным ассортиментом, для того, чтобы, так сказать, структурировать и закончить наше рассуждение об ассортименте товаров. Но если мы говорим о материальных товарах, то мы должны сказать и об услугах. Ведь сегодня возможно получить очень высокий уровень заработной платы, работая в консультационных фирмах, оказывая инжиниринговые услуги, банковские услуги, аудиторские услуги, или вообще услуги, не имеющие явно выраженного материального характера. Итак, услуга. Товаром можно назвать все, что способно оказать услугу, то есть удовлетворить определенную нужду. Мы с вами сказали, что у нас есть нужда и платежеспособный спрос, направленный на изучение иностранного языка. Это услуга. И мы с вами создаем фирму, которая удовлетворяет эту потребность в данной услуге. Мы привлекаем работников, арендуем помещения, вырабатываем определенную программу, и эта услуга оплачивается теми людьми, кто приходит к нам учиться. И мы, в свою очередь, и покрываем наши издержки, оплачиваем заработную плату и получаем некую прибыль. Хочу подчеркнуть, что сегодня услуги – это наиболее динамично развивающийся компонент во всей системе мирохозяйственных связей. Во внешней торговле развитых стран именно услуги все больше выходят на первый план в товарообороте. Особенно, вот скажем, такие услуги, как аутосортинг. Вы, наверное, слышали о таком. Хотя мы сейчас много используем иностранных терминов, для которых есть вполне адекватные понятия на русском языке. Скажем, если мы раньше отдавали какие-то работы строительные на условиях бригадного подряда, например, это и называется аутосорзинг. То есть мы можем провести внутренний или внешний аудит, предоставив эту услугу, оказание этой услуг отдельной аудиторской фирмы. Равным образом мы можем заказать маркетинговое исследование, хотя они достаточно дорогие, если выполняют квалифицированные фирмы. Но, тем не менее, это тоже один из широко распространенных услуг. Я должна сказать, что если кто-то из моих слушателей решит создать такую фирму, то он не прогадает. Скажем, в Германии лишь в одном округе Кёльн существуют десятки или даже сотни фирм, оказывающих такие услуги. Ну, там есть такая специфика, что эти услуги финансирует государство, потому что государство берет на себя обязательство поддерживать справедливую конкуренцию. И если вы хотите открыть магазин хлебобулочных изделий, а этот магазин уже существует на данной улице или их достаточно в данном районе, то вам скажут, да, ну, тогда, пожалуйста, вы будете, может быть, торговать вечером или в какие-то определенные часы, или у вас будет ассортимент, который совершенно не соответствует всему предлагаемому ассортименту других товаров. То есть это сфера услуг маркетинговых, для которых в нашей России открыто огромное поле деятельности. Следующая категория, которая вот вслед за услугой для нас тоже включается в общий такой, так сказать, базовый круг понятий, вот, ну, услуга, пожалуйста, вы это как-то зафиксируйте. Услуга любая деятельность, которую одна сторона может предложить другой. Иначе говоря, это неосезаемая деятельность, не приводящая к владению, не приводящая к владению чем-либо. потому что сказать, что тут нет самого вида, чтобы сказать, чем же я, собственно, владею. Если я носитель языка, я этим владею, конечно. Но когда я оказываю эту услугу и передаю ее, то вы уже не становитесь ведь владельцем как бы моего знания. То есть этого нет в юридической практике, а что не закреплено в юридической практике, то является как бы неким образом неосезаемым. Но товар и вообще товарное производство, оно неотделимо от такого понятия, как обмен. Итак, обмен. Обмен – это акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-либо, с предложением чего-либо взамен. Как я уже сказала, ведь обмен может совершаться и на основе денег, это развитая форма обмена, но это может быть обмен так называемый бартерный, то есть обмен товара на товар. И когда речь идет о бартерной сделке, здесь чаще всего стоимостные критерии уже отходят на задний план. Вообще, надо сказать, что в современной мировой торговле такая форма обмена, ну, не чисто бартерная, я сейчас это поясню, она занимает, даже сам бартер, занимает примерно 25% от всего внешнеторгового оборота современных ведущих стран. В нашей стране в силу определенных объективных и субъективных условий бартерные сделки также получили широкое распространение, более того, они даже включены в действующую систему налогообложения. И надо сказать, что это во многом связано с особенностями нашего денежного рынка, который ориентирован в своем построении на некий такой базовый элемент, как свободно конвертируемая валюта. И во многом количество денег в обращении связано с наличием определенной валюты в государстве. И поэтому иногда денежного эквивалента в рублях его может и не хватать. И поэтому, вот говорим, отсутствует ликвидность. Вот сейчас проблема, и она часто очень бывает, отсутствие ликвидности. То есть нет денег, которыми я могу расплатиться. Конечно, можно использовать чеки, векселя, любого вида другие бумаги, обеспеченные и необеспеченные. Но, тем не менее, бартер используется как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке. И чаще всего он связан с интересами той или иной фирмы. Но, когда мы говорим о товаре, когда мы говорим об обмене, конечно, мы с вами связаны и с необходимостью уточнить это понятие. Скажем, для того, чтобы совершить этот обмен, необходимо соблюсти целый ряд условий. Ну, скажем, мы выделим для этого, как я уже сказала, выделим пять условий. Ну, какие условия мы можем с вами выделить? Прежде всего, этот товар должен отвечать вашим потребностям. Это первое условие. Его свойства, потребительские свойства, должны обладать тем набором качества, которые отвечают вашим индивидуальным представлениям о вещи. Следующее условие. Эта сделка должна быть совершена добровольно, без принуждения, потому что в том случае, когда это совершается, скажем, по принуждению, по необходимости, она уже не является такой категорией, действующей категорией обмена. Следующее условие, оно важнейшее. Для добровольного обмена, естественно, необходимо, чтобы у вас были деньги для этого. То есть, ваш платежеспособный спрос должен отвечать условиям этой сделки. и, наконец, условие, условие, что срочности или долгосрочности, что такое срочность в сделке, она должна быть всегда оговорена. Срок сделки должен быть уточнен, потому что, скажем, в условиях инфляции любая сделка пролонгированная или неопределяемая в какой-то некий краткосрочный промежуток времени может стать невыгодной для партнеров. Вот, давайте вернемся к нашему российскому рынку и посмотрим, что же, как вот это непосредственно сказывается на нашей практической деятельности. Посмотрите, у нас проблема в российской экономике, она известна всем. Что более всего развито? Сфера торговли. То есть, та сфера, где обмен совершается быстро. Пришел покупатель, купил в магазине. Пришел покупатель, заказал товар, получил его через интернет или каким-то еще другим образом. Если мы начинаем производство машин и оборудование, где срок оборота товара очень длительный, там, естественно, в то время, когда пройдет пять лет, когда мы вернем вложенную стоимость товара, вот это называется процессом амортизации, он может полностью утратить свои потребительные свойства. вот это во многом объясняется такое развитие именно сферы торговли сегодня по преимуществу и некое запаздывание сферы производства. Итак, я перечислила вам ряд условий, которые необходимы для добровольного обмена. и необходимо, конечно, чтобы потребители обе стороны высказывали желание и они обладали платежеспособным спросом. Итак, мы уточним, что же такое сделка. Сделка – это действие, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений. Речь идет именно о гражданских правоотношениях. Речь идет о том, что любая сделка, как правило, если это сделка на рынке или в магазине, когда мы приходим. Гражданские правоотношения у нас таковы, что мы должны заплатить за наш товар, получив его. Однако, сделка ведь может совершаться в сфере биржевой торговли. Там у нас существуют уже иные правила. Скажем, на день последующей после сделки, на день через три дня после совершенной сделки и так далее. То есть, в любом случае, гражданские правоотношения предполагают добровольность совершения сделки и наличие согласия со стороны обеих сторон. Итак, рассмотрев целый ряд понятий, мы переходим к этим условиям. то есть, сделка предполагает наличие нескольких условий. Какие же это условия? Мы сейчас я представлю вам их на слайде. Прежде всего, первое условие это было наличие двух партнеров, их добровольного согласия. Второе согласованные условия ее осуществления. Вот тут я хочу еще раз пояснить, если у нас биржевая сделка, фьючерсная это биржа, товарная биржа или некая иная, то там уже существуют определенные условия осуществления сделки, записанные в различных документах и регламентирующих ее осуществление. Третье согласованного времени совершения сделки. Итак, возвращаюсь, это один торговый день, три торговых дня или, скажем, как в Японии, после совершения любой сделки на бирже существует календарь осуществления сделок, когда это должно быть зачислено на ваш счет. эти деньги должны пройти по отдельным счетам и быть занесены на ваш счет. Следующий момент. Согласованное место проведения сделки, то есть существование согласованного места проведения. Или это магазин, или это офис, где осуществляется акт купли-продажи, или это биржевая сделка, где существует особая так называемая клиринговая компания, которая этими сделками и занимается. Итак, мы с вами посмотрели все виды сделок, но все сделки у нас происходят на рынке. Рынок в маркетинге это совокупность существующих и потенциальных покупателей товаров. И изучение рынка, изучение рынка, естественно, является одним из важнейших направлений в маркетинге. Ну, мы не раз уже об этом говорили, что изучение рынка, вот даже проходя по улице, что значит изучить рынок, проходя по улице, вы видите, как один магазин закрывается, а другие открываются. Как я вижу, проходя по улицам своего родного города, как открывается множество аптек. И в то же время закрывается ряд магазинов, продающих, скажем, подарки, которых, оказывается, не так уж много надо, а может быть, люди предполагают просто покупать цветы. Итак, наш сам предмет с вами и наша вся с вами деятельность на рынке, она, конечно, должна быть связана с изучением покупателей. Нельзя осуществлять ни одну сделку, не зная, какой жизненный уровень у ваших потребителей. Есть ли у них деньги на покупку данного товара? Могут ли включиться в этот товарообмен? Именно этим объясняется и закрытие многих магазинов на вашей улице. Если вы начнете первые шаги в сфере маркетинга, то начните их с изучения тех улиц, по которым вы проходите. какие магазины открываются, какие магазины закрываются и какие, на ваш взгляд, функционируют наиболее успешно. Раз уж мы с вами упомянули рынок и изучение его, то рынок образует все потенциальные потребители с определенными нуждами и потребностями для удовлетворения которых они желают и способны участвовать в обмене. Итак, для удовлетворения которых они способны и желают участвовать в обмене. конечно, изучение потребителей и есть вот главное, так сказать, звено маркетинговой деятельности, потому что нецелесообразно открывать магазин детской одежды, если в вашем районе, как вы видите, мало детей. Может быть, здесь расположены одни офисы, если это магазин, где преобладают офисы и нет жилых домов, то есть меньше жилых домов, то, видимо, целесообразно и создавать магазины, торгующие соответствующие продукции для офисов. То есть рынок образует потенциальные потребители. Исследуйте своих потенциальных потребителей. это самое главное в маркетинге. Конечно, методы исследования, как мы это будем делать, успешно или неуспешно, но помните, что потребитель это тот, кто создает рынок. И успешное начало, знание своего потребителя, оно определяет в любом случае и успех вашей последующей деятельности. сегодня мы можем говорить, что потребители это весь мир и мировая рыночная экономика представляет свой комплекс взаимодействующих рынков, объединенных процессом обмена. Надо сказать, что сегодня вы уже встречаетесь с такими понятиями, как геоэкономика, очень часто. Мировая экономика стала заменяться геоэкономикой. Мир, экономический мир пронизан тысячами зримых или незримых нитей, формирующих где-то общие потребности, а где-то дифференцирующие их. Я вам приведу один такой интересный пример, связанный с мировым рынком и который требует учитывать специфику потребителей. Скажем, вот наш автомобиль «Лада», когда его пытались вывести на рынок Швеции, была неудачная попытка в названии, потому что в переводе на местный язык это означало нечто вроде такого сарая, куда кладут инструменты, складывают. А «Жигули»? «Жигули» вообще не подошло во Франции, потому что «Жигола» ассоциируется с «Жигули» и несет несколько двойственный, в какой-то мере даже уничижительный смысл, во всяком случае, не подходящий к названию автомобиля. И поэтому также очень много было у фирмы «Саламандр». Фирма «Саламандр» месяцами искала вот этот образ ящерицы на своей фирменной упаковке, которая и по звучности «Саламандр», и как бы по гибкости, по умению приспосабливаться к окружающей среде, в какой-то мере ассоциировалась с удобством, гибкостью, успехом, такой живостью. И действительно, это название благозвучное, оно оказалось очень успешным для фирмы. Итак, еще раз обратите внимание, что даже само название, оно во многом определяет успех успех вашей деятельности. Но надо сказать, что если вы уж занимаетесь маркетингом, то ваша фирма в итоге оказывается тесно связана с тем, что в теории принято называть внутренней и внешней средой. именно изучение внешней и внутренней среды поможет вам сделать первые, а затем и последующие успешные шаги на внутреннем рынке. Итак, что же включает внутренняя среда? Внутренняя среда включает покупателей с их особенностями, демографическими характеристиками, которые позволяют выбрать тот объем товаров и тот спектр товаров, который будет для них благоприятен. Это внутренняя среда. Итак, демографические характеристики. и в итоге фирма связана не только с внешней, то есть не только с внутренней, но и с внешней средой, потому что внешняя среда фирмы, внешняя среда это все, что ее окружает. Все, что ее окружает, это поставщики ее возможные, потенциальные, потому что если вы включили некую логистическую схему в свою концепцию, вы включили магазины в свою концепцию продвижения товаров, то этот магазин становится вашей внутренней средой, а внешней средой у вас уже становятся, остаются ваши потенциальные покупатели. И надо сказать, что внешняя и внутренняя среда, они тесно переплетаются. И вот к условиям внешней среды следует отнести действующие и готовящиеся законы, общую экономическую ситуацию, политический климат. Ситуация в стране, в любой стране, общая экономическая и политическая ситуация, она существенно меняется в периоды взлета и в периоды падения. Скажем, тот, кто изучал курс экономической теории, тот знает, что существуют у нас законы, которые формируют общий политический климат, общую экономическую ситуацию. Скажем, в период депрессии, вот сейчас многие страны, скажем, охвачены депрессией, и возможно она продлится, но за депрессией всегда следует подъем. Конечно, в это время надо снижать объем продаж, надо выводить ряд товаров из продаж и переходить уже, скорее всего, к товарам повседневного спроса и разрабатывать концепции последующего развития. надо сказать, что вот эту среду и внешнюю, и внутреннюю формируют научно-технические достижения и действующие патенты, культурные и иные традиции. А внутренняя среда, я хочу уточнить, включает покупателей с их демографическими характеристиками, определяющим избыт товаров фирмы, конкурентов, и посредников. Финансовые учреждения, рекламные агентства и фирмы, изучающие общественное мнение, таможенные и иные правительственные органы. Итак, тема первой нашей лекции в определенной мере завершена. И я предлагаю вам контрольные вопросы по данной теме. Первый. Раскройте сущность понятия маркетинг. Охарактеризуйте понятие нужды потребностей. Охарактеризуйте виды потребностей. Дайте определение удовлетворяемых и неудовлетворяемых потребностей. Раскройте сущность понятия товар. Что представляет собой обмен и сделка в маркетинге? Раскройте сущность понятия рынок. Лекция закончена. Всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует...